В Деяниях 1 глава 14 стих написано Все они единодушно пребывали в молитве и молении То есть разделено и молитва, и моление, разное И чем, получается, отличается это? Молитва словно по себе, сама молитва Господи Иисусе Христе, Сыне Божий Помилуй меня, греш, это молитва Боже, будь милостив ко мне грешному Создав меня, Господи, помилуй меня Бесчиславец и грешил Господи Прости меня, грешного Молитва, Отче наш, молитва называется Она краткая И как язычники, они там пустомеляты Он знает Господь Вот Матфея 6-7 считаем А молясь, не говорите лишнего, как язычники Ибо они думают, что многословия свои будут услышаны Это словослов его Луки 18 глава 13 стих написано Мытарь же, стоя вдали Не смел даже поднять глаз на небо Но ударяя себя в грудь, говорил Боже, будь милостив ко мне грешнику Что у него было? Моление, это, как правило, храмовое служение называется Там ряд молитв, возрастов, священников Слабословия И называется, как молением Такое усиленное умоление Бога Желание склонить на свою сторону Господа В третьей книге Сарс 8-20 написано Услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля Когда они будут молиться на месте семь Услышь и на месте обитания твоего на небесах Услышь и помилуй Вот эта третья книга Сарс Надо запомнить Моление Псалом 6 глава 6 Псалом 10 стих Услышал Господь моление мое Господь примет молитву мою Это уже было разделение Моя молитва, она вплеталась в общее моление Итак, прежде всего прошу совершать молитвы Прошения Моления Благодарения за всех человеков И у Тимофея 5.5 написано в первом послании Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога И пребывает в молениях И молитвах день и ночь Моление я вот отмолился А теперь я дома молюсь А то у меня молитвы Моление состоит из множества молитв И к евреям 5.7 Он в одни плоти своей С сильным воплем и со слезами Принес молитвы И моление могущему спасти его от смерти И услышан был за свое благоговение Вот здесь немножко тут непонятно Что он молился В одни плоти своей С сильным воплем Молитва и моление Молитву тут понятно Он повторял А где моление Но может быть еще тут касается Что перед этим было молились И когда вместе с учениками И все это привел на память Перед Бога Так что это не противоречит Вот для чего Господь Говорит притчами Ведь не все понимали Эти притчи И вообще какой в этом смысл Говорить притчами Если люди это не понимают Именно А Господь это объясняет Даже если это Кажется Матфея 13 глава 10 стих И приступив Ученики сказали ему Для чего притчами Говоришь им Он сказал им в ответ Для того что вам Дано знать Тайны Царствия Небес А им не дано Ибо кто имеет Кому дано будет И приумножится А кто не имеет У того отнимется И то что он имеет Потому говорим притчами Что они не видя Не видят И слышат Не слышат И не разумеют И сбывается над ними Пророчество Исаии Которое говорит Слухом услышите И не уразумеете И глазами смотреть будете И не увидите Ибо огрубело сердце Людей сих И ушами с трудом слышат И глаза свои сомкнули Да не увидят глазами И не услышат ушами И не уразумеют сердцем И да не обратятся Чтобы я исцелил их Ну и причина какая Чтобы были менее ответственны За то что Слышали и не выполнили Ну и при том Притчи легко запомнить Она из примеров Простой жизни нашей И поэтому Легко так проповедовать Когда в притче говоришь Как Я спрашиваю иногда Кто самый умный был писатель Поэт Поэт в России Не знаю Я говорю Иван Андреевич Крылов До него никто не дошел Он в притчами Притчи Вот Светлана Копылова Поет когда У нее тоже притчи Притчи составленные Притчи это Приложение В подобие В рассказе И вот С притчи подошел Нафан Когда Давыд согрешил И прямо рассказывает Про овечку Которая одна была У соседа У другого много И когда пришел Гость Он свою не заколол А заколол его Давыд как разнялся Смерть ему Хотя по закону Надо было За одного За одну овцу Заплатить Четыре овцы А если быка снял Пять быков Почему Тоже непонятно И вот с чем Это все заканчивается Открыто А раз открыто Значит Господь не закрывает Надо притчи Научиться понимать Других Вот много Я считал У Расула Гамзатова Они видят даже Как Сказок маленьких Братья Бондаренко У меня книжка была На зверях А что звери Разве можно Ну как же нельзя Книга судей Деревья решили Избрать себе Начальника Пришли к виноградной лозе Будет над нами Начальница Она говорит Некогда Мне надо сок наливать И чтобы вино там было Пошли в смоковнице Ну и эта отказалась А тогда Ну понимаешь Надо чтобы Хороший процент набрали А Терновник говорит Меня изберите Меня Меня Ну и он дальше Терновника избрали Авимилеха И какая казнь будет Для людей Избрали Ленина Сталина А теперь Портят себе Говорит И другим жизнь Страхи живут все Гитлера тоже выбирали А что они получили Что где награбили У них все утащили Когда пришли уже В Германию Их же от нацизма Как освобождали Уроки с ними вели Если он не внимал В тюрьму его Это надо было полностью Нацистский дух Из них Выдать Вот так А кто вел уроки Какие страны А в Германии В первую очередь Все Где нациализм Где нациализм Какой-то такой А специально с ними Занятия вели Все Поголовно Вся Германия Села за парты Рассказы Кто вел Люди которые СССР Это вел За пюрера Свои немцы Потому что там Была и партия Коммунистическая Оставались люди Которые сидели Несогласные Настоящие Да уже Когда уже Весы стали клонить В ту сторону Многие уже поняли Далеко он завел нас И поэтому Только ждали момента Всех абсолютно Под это И сколько там Надо было Месяца Три Четыре Год Смотрели видимо Там кто как принимает И Приветствия Как Гитлер Руку выкинуть Или знаки Какие-то эмблемы Или еще что-то Рассматривается По закону Как государственное Преступление И этого у них Нету в Германии А тут Коммунитическую партию Прославляют КПРФ Хотя натворили Дел Там во много раз Больше Да Да Вести с ними Занятия Следующий вопрос Галатам Глава 1 11 стих Апостол Павел Говорит Возвещаю вам Братья Что Евангелие Которое я Благовестовал Не есть человеческое Так вот О каком Евангелии Идет речь Разве существует Евангелие От апостола Павла Ну он Имел ввиду Не книгу Когда говорится Откровение Божие Это то Что Бог Открыл тайны Это не о книге Говорится И точно так Когда говорит Евангелие Это благая весть Переводится на русский язык Он об этом Говорит Известие Бог обещал Еще в раю Что враг Будет побежден Поражать будешь Его в голову Пророки Много говорили О приходе Искупителя И это все Это исполнено С перерождением Господа Нашего Иисуса Христа Обо его Заместительной Жертвы на Голгофском кресте Ну и о том Что он воскреснет Из мертвых С победой В первом послании Коринфян 15 глава 1 по 4 стих Ответ Можем найти Напоминаю вам Братья Евангелие Которое я Благовестовал вам Которое вы Приняли В котором Утвердились В котором Вы спасаетесь Если преподаны Удержитесь Так как я Благовестовал вам Если только Ненасчетно Уверовали Ибо я Первоначально Преподал вам Что и сам принял То есть Что Христос Умер за грехи наши По Писанию Предсказано было Это И что он погребен был И что воскрес Третий день По Писанию Он благовестовал Евангелие Никакого Евангелия У него не было А именно О благой вести Радостном известии Что наши грехи Омыты кровью Иисуса Вот только об этом Следующий вопрос Если Господь Будет судить По Евангелию То почему Он допускает Такую сложность В понимании Священного Писания Ну как понять Вот если Все сложно Посмотреть Простого то нет Вот Учат В институте Пять лет А в медицинском Шесть Сейчас говорят Уже и семь И ухо Горло Нос Ну а глаз то лечит Нет Это уже Окулиста будет Так А другой терапевт Это хирургический Нейро Там какое-то Наша психиатрия Все А те люди Которые Хирургическое Там Трепанация Черепа Долбит И проще Почему Все Сложно По Библии Это получается Семь с половиной Тысяч лет Тут с небольшим Можно посчитать Сколько Пять тысяч Пятьсот Восемь Восемь И девятнадцать Семь Семнадцать Двадцать Семь Семь тысяч Пятьсот Двадцать Семь лет Должно быть Сейчас Конечно К каждому поколению Своей Бывают Гениальные Люди Дух Святой Им приоткрывает Завесу Во всем Глубиной Тайны И в звездах И везде Это Слава Богу За все Там как раз Благодарит В этом Акаписе Или канон Это Словословие За то Что Бог Так Трогает Людей Бог Называется Великим Премудрым Непостижим И страшным Слово Страшный Прямо Большую Букву И страшный Услышен А страшный Это В мире Видимом Я Как-то Прочитал Даже Не поверил Голубей Я держу Одно Перышко Возьмешь И когда Вот так Раздирается Там Которая На крыле И в одном Только крыле Вот этих Зацепочек Друг за друга Чтобы Насчитали 75 тысяч Этих Крючочков А если В электронный Микроскоп Как происходит Обмен Веществ Человек Это Вообще Самое Мощное Химическое Предприятие Этого Не делает А тут Временно То Что мы можем Смотреть А что касается Выше Души Царства Божия Небесного То куда Идет Человек И к этому Призывается Каждая Душа Мы читаем Матфея 6.33 Ищите Ищите Прежде Царствие Божие И правда Его И это Все Приложится Вам 1 Коринфян 2.9 Но как Написано Не видел Того Глаз Не слышало Уха И не приходило То на Сердце Человеку Что Приготовил Бог Любящим Его Я вот Сегодня Стоял На ярмарке Германа Стерлигова И все Об этом Думал И ни слова О Боге Ничего Нету Плоской Наш Слух Легко Принимает Вещи Знакомые Нам Поэтому Так Рассуждаем Это Все У нас Под Рукой А вот Когда Христос Притчами Изъяснялся Это Легко И Воспринималось Царство Небесное Подобно Хозяйке Там Положило Три Меры Муки И все Вскисло А Чтобы В духовное Это Все Переводить Это Очень Хорошо Можно На Баснях Даже Легко Писал Там Другие А потом Как-то Называет Экстраполяция Перенести На свою Жизнь Что Считаем Что Слово Божие Живо Как будто Утром Сегодня Написано И Действенно Не Ослабевающее Поэтому Те Притчи Которые Нам Кажутся Очень Сложными Ну И не Только Притчи А Другие Библейские Изречения А В Нестительности Это Кратчайший Путь К Пониманию На Того Что Выше Нашей Головы Сверх Естественно Мне Постоянно Приходится Помнить Изречение Из Церкви Яна Златоуст Когда Одна Слушательница Его Слушала Его Неподражаем Мою Проковать Она Восликнула Мысли Твои Так Глубоки Что Не Хватает Веревок Моего Ума Чтобы Подчеркнуть Из Колодца Твоей Мудрости Говори Попроще Ян Вот Этим Именно Я И Занимаюсь В ответах Чтобы Они Были Доступны В своей книге Деловая Америка Говорит Что Когда Принимают В Америке Инженера На конкурсной Основе То Смотрят Из Скольких Деталей Он Может Сделать Прибор Если Их Больше Чем У Другого То Говорят Что Он Не Слишком Умен Не Может Делать Просто Вот Я Это Тоже Усвоил И Когда Я Что-то Проповедую А Потом Статья Написана И Говорит Самое Сложное Лапкин Старается Донести До любой Старушке И В этом Он Весь В этом Весь Вот Это Они Там Когда Говорят Это Мир Это Такой Мир Такой Он Высокий И Начинает Надмирный Сверхъестественный Антансцендентальный Я Говорю Прости Господи Зык Сломаешь Зачем Антологические Рассуждения Зачем Этих Слов В Библии Нет И не Надо Их Употреблять Кого Хотел Показать Сразить Девушку Свою Показать Какой Ты Грамотный Не знаю Любое Дело Простыми Можно Словами Сказать В Экклезиасте Сказано 1.4 Земля Пребывает Во Веки А в Другом Месте Писание Сказано 2. Петра 3.10 Земля И все Дела На ней Сгорят Как Понимать И совместить Эти стихи Нет Противоречия Ну что Противоречия Нет Я говорил Нет Иначе Это будет Не Слово Божие Это сразу Себе Установку Зат Вот Ученые Там называют Библию Считают Я читал Там Лео Кассиль Там И каких Насчитали Что в Библии Свыше 150 тысяч Противоречий По разным Свиткам А мы знаем Что Слово Божие Истина Ибо Автор Ио Есть Бог Во втором С того же Самого Материала Так будет И с землею Все обновится В огне Но земля Вечна Бог Ничего Не сотворил Для уничтожения Если динозавры Были А их сейчас Нету То они Будут Опять Вот так И все Все таки Еще Следующий Вопрос Интересный Да Первое Царство 1614 Написано От Саула Отступил Дух Господень И Возмущал Его Злой Дух От Господа Что Это Злой Дух От Господа Действительно Господь Так Показывает Христос Нам Явную Причину Трагедии Человеческой Матфея 12 43 45 Когда Несчистый Дух Выйдет Из Человека То Ходит По Безбодным Местам Ища Покоя И не Находит Тогда Говорит Возвращусь В дом Мой Откуда Я Вышел И Придя Находит Его Выметенным Незанятым И Убранным Тогда Идет Берет С собой Семь Других Духов Злейших Себя И Войдя Живут Там И Бывает Для Человека Того Последнее Хуже Первого Так Будет И с Этим Злым Родом Священное Писание Могло Быть По Другому Написано Дух Святой Писал И Оно Приноравливается К нашим Понятиям Незримое Событие Они Как-то С другой Стороны С духовной Освещаются Чтобы Мы Увидели Затем Что Совершается Здесь Я Сегодня Прочитал И Включил События Дня Горел Лес И У Женщины Машина Застряла Заглохла А У Сзади Сидение В машине Сидят Дети А Она Вышла Посмотреть Дети Как там Нормально Все Нет Дым Прям Дым Коромыслом И Когда Она Только Вышла Посмотрела И Видит Прямо Из Дыма Вылетает КамАЗ Долгуша И Прямо На машину Идет Она По этой Стороне Ехала И Остановилась Тоже Ошибочка Была И Она Выскочила Навстречу Ему Креща Крещит Она Не Слышит Но И Он Первым Ударил Прямо Под Переднее Колесо Потом Заехал На Заднее Начал Там Наматывать Ее Засыпил Ее Зовут Мать Героиня Она Спасла Дети Дети Только Ушиблись Мужчина Дал Тормоз По Задним И На Ей Наехал И Волоком И Растер Ничто Вот Так Когда Мы Считаем Третью Книгу Сарс 22 19 23 И Сказал Михей Не Так Не Я Выслушай Слово Господне Я Видел Господа Сидящего На Престоле Своем И Все Воинство Небесное Стояло При Нем По Правой И По Левую Руку Его И Сказал Господь Кто Склонил Баахава Чтобы Он Пошел И Пал В Ромопе Голадском И Один Говорил Так Другой Говорил И И Выступил Лживым В устах Всех Пророков Его Господь Сказал Ты Склонишь Его И Выполнишь Это Пойди И Сделай Так И Вот Теперь Попустил Господь Духа Лживого В устах Всех Пророков Твоих Но Господь Изрек О тебе Недоброе А ему Победу Они все Говорят Ромов Голадский Наш Будет И Все Ну Выражаясь Человеческим Языком Писание Нам Повествует О сверхнеобычном Что только однажды Приоткрылось Через Библию Что Бог Доказывает Что-то Сатане Как бы Хвалится Перед Ним Своими Последователями Это мы считаем У Еву В первой главе Шестой Двенадцатый Стих И был день Когда пришли Сыны Божии Предстать Перед Господа Между ними Пришел Сатана И сказал Господь Сатане Откуда Ты пришел И отвечал Сатана Господа И сказал Я ходил По земле И обошел ее И сказал Господь Сатане Обратил ли ты Внимание На твою Нараба Моего Иова Ибо нет Такого Как он На земле Человек Непорочный Справедливый Богобоязненный И удаляющийся От зла И отвечал Сатана Господу И сказал Разве Даром Богобоязнен Иов Не ты ли Кругом оградил Его Дал ему Все что у него Дело рук Его Ты благословил И стада Его распространяется По земле Но простри руку Твою И коснись Всего что есть У него Благословит ли он Тебя И сказал Господь Сатане Вот все что у него В руке твоей Только на него Не простирай Руки твоей И отошел Сатана От лица Господня И у Ева 2.1 Был день Когда пришли Сыны Божии Предстать Пред Господа Между ними Пришел и Сатана Предстать Пред Господа И сказал Господь Сатане Откуда Ты пришел И отвечал Он Сатана Господу И сказал Я ходил По земле И обошел Ее И сказал Господь Сатане Обратил ли ты Внимание Твое На раба Моего Ибо Нет такого Как он На земле Человек Непорочный Справедливый Богобоязненный Удаляющийся От зла И доселе Твердо Своей Непорочности А ты Возбуждал Меня Против него Чтобы погубить Его Безвинно И отвечал Сатана Господу И сказал Кожу За кожу А за жизнь Свою Отдаст Человек Все что Есть у него Но Простри Руку Твою И коснись Кости Его И плоти Его Благословит ли Он тогда тебя И сказал Господь Сатане Вот он В руке Твоей Только Душу Его Сбереги И отошел Сатана От лица Господня И поразил Его Проказы Лютою От подошвы Ноги Его По самой Теме Его Когда люди Познают Истинный Путь Покаяться В своих Грехах И прямо Святое Крещение Ну и Причащаться Будут А после Этого Ты как Огнедышащий Лев Как говорит Златоуст Беги От всякого Греха Как от Лица Змея И тогда Все получается На месте Писание Говорит Не стоит Злой Дух Возмущал Потому что Он Избран был А пошел По своему Начал Вытворять Что попало И бесы Вошли в него Это Злой дух От Господа То есть Господь Допустил Допустил И он Это делал С ним Вот Все Благодарю Все Понятно Слава Иисусу Ну Все Тогда На сегодня Ну Наверное Все Тогда Я не знаю Что еще Все Так Все Слава Христу Слава Христу Благодарю Романов Отец Сергий Выступает Путину Письмо Написал Видели Ну да Я за ним Конкретно За Романовым Не слежу Ну я Посмотрел На него Так он Руку Не может Донести До плеча Я не знаю То ли больной А говорит Как политрук У него Ничего Духовного Нет В этом Вы знаете Насчет него Нет Что он За убийство Сидел Это Говорят Что-то Не подтвердилось Что ли Нет Подтвердилось Но Как бы Да Как бы Есть такой приговор Все это есть В документах Но Видимо Может и не правда Это я не знаю Это я просто смотрю А так может Было не было Он другой Но я тут вижу Когда он говорит И как считает И какой голос И какое выражение лица Я не вижу там Духовного возрождения И он нигде Не призывает К тому Чтобы люди Пошли на благовестие Вообще Нету нигде А вот Путин Там На нем Он засыклился Там Симонах Там Теперь он На себя Эти звания Это Ты еще Меня говорил Латыню пугаешь Я не боюсь Так я могу Сказать И главное Руку Вот сюда Вот Сыет Вот так Как патриарх Вот сюда Под мышку Допрещат Не проносят А допрещат Не приносят Как было видение Дьявол сидит Здесь Бесенок Лапы свесил Ну все Пока Пелагия Православными Сидели монахи Забились А теперь Афганистан Туркмены Там Баши Свои Есть Казахстан Киргизия Что тут Рта бы не раскрыли Миллионы На их совести И все равно Постригают По сегодняшний день Ну они Куролесят Прости Господь Тихонович Ну Во всей Библии Есть хоть Одно Место Хоть На которое Они ссылаются По поводу Монашества Указывающее На монашество Вот хоть Одно Ну они Могут Сказать Написано Там Зайди В келью Твою Затвори За собой Дверь Такое Есть Но это Для молитвы Ты зайди Дома Но не отдельно Чтобы кущей Набейтесь И будете Сидеть Одиннадцать тысяч Как у Пахомия Нет этого Нигде Даже бесноватый Только Только-только Исцелился И Господь Сразу толкает На проповедь Иди Благовест Что знаешь Кто И что тебе Бог сделал Так что Никакого Нету А я одно Время Стал все притчи Христа Разбирать И ни одной Притчи-то нет Под которой Монашество-то Можно было Да я говорю Притча должна быть Такая Царство Небесное Подобно Человеку Который Решил Спрятаться От мира Нашел себе Сотоварищей И построились Стены И там Всю жизнь Не выходя Боролись С анонизмом Как Андрей Кураев Пишет Вот такой Притчи Нету Любую притчу Я поворачиваю Как И увидели Там то другое Ну а значит Где они Спрятались Убить то Убили А сами Спрятались Я все притчи Рассмотрел Во свете Или во тьме Монашества Даже близко Ни одна Притча Христа Вышел Сеять Кого они Где сеяли Ну нету Ничего Евангельского А уже Привыкли В это дело Влипли Они на меня А вы против Монашества А вы против Христа Идете Все пока Еще вопрос Знакомый У меня есть У него Там какой-то Пристав Случился В общем Он начал Пентаграммы Всякие Рисовать На руках На ногах И прочее В общем Его теща Повела Его в церковь Повела И там он Со священником Они там Беседовали Он исповедовался И тот его Причистил Сразу же Ну в итоге Он там Рассказывал Мне Вчера Писал Что у него Там Он стоит В церкви У него Там Видит Как Там Христос Появляется Там Выходит Дома Лежит Тоже Видит Христа И прочее Ну я ему Посоветовал Говорю Ты не причащайся Конечно Ты не причащайся Пока у тебя Вообще Это все Не пропадет И пост И молитву Я ему сказал Пост И молитву Исповедуйся И пост И молитву Причащаться Пока Ну и канон Я сказал Что канон Есть запрещающий Что когда Если дух Такой Входит В себя Что можно Еще посоветовать Еще больше Сада Не надо Он не тронется С места Он в это Вцепился Как в истину Ему нельзя Он меня слушает Ну если слушает Значит забудь об этом Вот этот Александр Калинин Который За Матильду Там сжигал машины Сидел А он познакомился С Сергеем Козловым Вот тут у нас Расхождения с Сергеем Были А я с первой минуты Он стал рассказывать Как он воскресал Тут другой Я говорю Ты шуля Романщик Ничего этого не было Зачем ты это говоришь А его баптисты Принимают на ура Его кормят Поят Он такой А теперь посидел И как будто Ничего нет Клоун Вот и все Тут мы с Сергеем Тогда первый раз Разошлись Вот так вот Да нет Он такой Я говорю Обманщик И ты его не видишь Я тебе говорю А потом он И увидал его Хотя после освобождения Беседовал с ним Нехороший человек Когда его стали Здесь за это Отискать Оказалось За ним Два уголовных дела А одно Он где-то проболтался Она Женщина Жила Его матери знакомая Предпринимательшая У ней деньги были Он сказал Наркоманам Они тогда его взяли с собой Саша Пойдем с нами Ты ей Они посещали Она не открывает Тогда они его подговорили Ты скажи ей Чтобы открыла Назовись Саша Калинин Ну так и получилось Она дверь-то приоткрыла Они как бросились на нее И задушили ее Узнали где деньги Убили Их-то судили И он судим был Тоже Больной И человек Получает Не работает А еще нет Обман А Сергей Этого не видел Козлов Совсем не видел Ну Болел Выболел Человек А Сергея Не обвиняю Ну Мне Это открыто было Сразу Я не знал Про убийство Я убил Этот человек Лживый Он неверующий А потом Вот это Стало раскрываться Первый раз Так Стал говорить Ну Там Может быть Пять минут Я увидел Что это Обманщик А как Узнали Не знаю Не знаю И он Давай гоняться За нашими роликами У нас Несколько встреч было Чтобы убрал Я убрал У него столько Почитателей А теперь Там Это Меньше Стало Вот Такое Дело Было Ой Гнусный Человек Кабы не он Она Женщина Бы осталась Живая А там Взяли Это Семьдесят Тысяч Всего Смешно Даже Семьдесят Миллионов Было Или Тогда Еще Как-то Бы Понятно Тут